Здравствуйте. Проблему, о которой сегодня мы будем говорить, надо решать всем вместе, всем миром. Иначе нельзя. Иначе она нас похоронит. Потому что речь идет о ТБО, твердых бытовых отходах. Эту проблему пытались решить давно, но только сегодня у нас появилась реальная возможность, реальные перспективы приблизиться к ее решению. Сегодня о проблеме ТБО мы поговорим с людьми, которые знают о ней все. Итак, генеральный директор ОАО «Спецремтранс» Калинин Алексей Юрьевич и директор МУП «Полигон» Загоруйко Николай Семенович. То есть, вот вы как раз, те люди, ваши предприятия организуют некую технологическую цепочку, которая и должна, наконец-то, разгрузить наш огромный поток ТБО. Я правильно говорю? Да. Дело в том, что вот недавно у нас в Матичинском районе запущен новейший мусоросортировочная станция, а по сути дела это целый завод, который способен переработать 40 машин, 40 огромных контейнеров с мусором, которые собираются по району. Поправьте меня. Это мусороперегрузочная станция, как она по проекту считается, она придена в действие в 2010 году, но было полностью неукомплектовано оборудование. И вот недавно большую часть оборудования докупила администрация городского поселения Матичи, то есть это решение главы городского поселения, совета депутатов Матичского района. Мы закупили оборудование немецкой компании БРТ, французской компании Сакрия и немецкой компании Берман. То есть конвейер пошел, можно так сказать? И то есть, насколько я понимаю, весь тот поток мусора, который собирается и в городе, и в населенных пунктах района, теперь будет разбираться, из него будут выделяться все полезные компоненты, направляться на переработку. И только остатки, так называемые хвосты, да, это уже пойдет на захоронение. На складирование, наполевание. Складирование. В принципе, я почему подчеркнул, я почему обратил на это внимание, наконец-то будет решена вековая проблема. Или я немножко идеализирую ситуацию. Действительно у нас теперь не будет ТБО, проблемы ТБО. Проблема ТБО будет всегда, потому что это, где есть люди, там есть товары потребления. В конечном этапе товар и потребление превращаются в отходы. Самую большую часть отходов, конечно, доставляет жители, но для этого мы живем, чтобы потреблять, а потом его куда-то использовать. Вопросов очень много, и это один из главных этапов, но не окончательный, в нашем районе, в нашем городе и в Московской области. Я хотел бы, знаете, что подчеркнуть? Я поискал в сети данные о потреблении вообще во всем мире. И что же выяснилось? Мы, россияне, потребляем в четыре раза меньше, чем американцы. Вот в четыре раза. Вы представляете? И меньше, чем европейцы. В три, в два раза. То есть, казалось бы, эта проблема для нас не должна быть такой острой. Но я знаю, как она остра, особенно в Подмосковье. У нас единственный полигон, который тоже уже близок к заполнению. Вот скажите, каким вы видите ближайшее будущее? В ближайшее будущее, конечно, полигон закроется на эракультивации. Вот эта мусороперегрузочная станция предназначена паковать хвосты в тюки и будем вывозить на какой-то полигон или на другое предприятие, то есть предприятие термической переработки, которое будет в Московской области, который нам выделят наши соответствующие контрольные органы. Но это очень острая проблема для Московской области, так как в основном весь мусор из Москвы, он везется в Московскую область. За 12 лет в Московской области ни одно перерабатывающее предприятие не построено. То есть, это нет ни полигонов, нет ни предприятий для термической переработки мусора. Но сжигать же это опасно. Вам любой эколог скажет. Ну, вся Европа работает по этому принципу. Здесь как бы вопрос такой. Все зависит от того, какой будет заказан проект. То есть, когда этот вопрос обсуждался и выносился на обсуждение, каким же образом мы будем дальнейшем утилизировать. Дальнейшем, еще раз говорю, что полигон у нас как бы заканчивает свои мощности. И вопрос состоит сейчас, его уже надо ставить, куда дальше мы эти отходы будем девать. Один из вариантов был предложен, это завод по утилизации отходов термическим методом. Ну да. При этом рассматривался вариант о том, что это будет выставлено на международный конкурс. И те, кто предложат самый экологически безопасный проект, те и будут победителем, будут реализовывать этот вопрос. Но, к сожалению, здесь возникли как бы проблемы, связанные с жителем, может быть, с непониманием этих вопросов. И сейчас этот проект застопрился. Поэтому вот мусоросортировочная станция, она позволяет сейчас снизить нагрузку на полигон. И дает нам возможность еще раз вернуться к этой проблеме и обсудить, куда же дальше мы будем девать мусор. Вот основная проблема. Вы говорите, только снизить проблему она может. Вот я себе представляю, в идеале 100% мусора разбирается на полезные компоненты, и все, проблемы нет. Не возможно. Но такого быть не может. Такого быть не может. То есть тот мусор, мусор надо тоже разделять. Есть мусор от населения, есть мусор, который идет от крупных предприятий. От населения выборка. Опыт говорит, что больше 15% от домов, я имею в виду, мусор, не выберешь. Конечно, те, кто крупные коммерческие предприятия, мы знаем крупные торговые центры, тот же Июнь, который находится в Матевическом районе, от него можно и 40-60% выбирать. Там практически нет биоотходов. А биоотходы это что-то страшное? Это пищевые отходы. Вот, вот. А чем я хотел сказать? Потому что я посмотрел статистику в структуре отходов европейцев, американцев и у нас. Вот у нас мы, я говорил уже, что мы меньше всех вот этих отходов, так сказать, производим, да? Меньше всех потребляем. Но вместе с тем, в структуре отходов у нас как раз биоотходы занимают главное, самое большое место. У них это там 10-15%, у нас 60%. У нас меньше отходов по пластику. Это какая-то не та информация у вас. Нет, 60. Нет, мы уже с этим работаем. Нет, это цифра не та. Это 15-20% сегодня. Может быть, 15-12%, но вопрос биоотходы, куда их девать? Сегодня на полигон. Вообще самое разумное было бы компостирование. Но такое предприятие в Матическом районе нет, которое занималось бы компостированием биоотходов. То есть это проблема? Ну и мы знаем, что отрасли, которые занимаются переработкой, в том числе и биоотходов, это дотационная область. Они датируются за счет муниципалитетов, если мы берем западные технологии. Поэтому сегодня, к сожалению, мы не настолько богаты, чтобы заниматься реализацией вот этого проекта. Сегодня наша задача, как бы мы находимся на первоначальном этапе. Первое. Ну вот мы начали с перегрузочной станции. Надо начинать, как говорится, от печки. От контейнерной площадки, от жителя. От его отношения к мусору. Как он чего. И дальше уже развивать тему, куда он попадает и как мы там дальше будем его разделять. Может быть, давайте я несколько слов расскажу о том, с чем мы сталкиваемся сегодня. Перед этим мы послушаем, что об этом думают экологи. Я хочу сказать, что селективный сбор – это действительно необходимая мера в настоящее время. Мера, которая сейчас, мероприятие, которое проводится на всей планете. В любой стране налажен селективный сбор отходов. Особенно, конечно, в европейских странах. У нас эта работа начата несколько лет назад и поставлены контейнеры практически почти в дворах, во всех дворах. Там может быть и для стекла, для PET-бутылок и так далее. Но мы можем убедиться, вот на примерах даже здесь контейнер стоит для стекла, в него положены пластмассовые бутылки. То есть, прежде чем начинать селективный сбор, нужна большая пропагандистская работа. Никакая линия по разборке не справится на полигоне, если народ, мытищенцы, не будут этому помогать. Потому что именно вот такая первичная разборка, она намного облегчает утилизацию отходов. Ведь мы ходим по золоту. Мы же отправляем в отходы те вещи, которые могут быть потом снова использованы. Вот сейчас управляющие компании, многие дворы у нас огорожены. Особенно вот в этих дворах нужно не просто ставить эти конторы, нужно следить. Управляющие компании достаточно богаты для того, чтобы обеспечить вот это и пропаганду, и надзор за тем, чтобы этот селективный сбор проводился. В этом решение многих проблем. В общем-то, мнение вполне понятное и всеми разделяемое. И что же вы хотели сказать по этому поводу? Ну, как бы ежедневно мы сталкиваемся с проблемой. Ну, не проблемой, а для нас уже стал естественный процесс о том, что у нас накапливаются отходы и куда мы их выносим. Ну, обычный житель видит, что у нас есть два типа удаления. Это либо через мусорную камеру, да, когда мы выкидываем ствол мусоропровода, и дальше уже мусор попадает в приемник. И затарщики уже непосредственно относят его на контейнерную площадку, размещают в контейнера. И второй принцип – это то, что каждый с утра выходит, или с утра, или вечером в течение дня выходит с пакетом и кладет, соответственно, этот пакет в контейнер. Значит, ну, в идее это контейнерная площадка, которая вообще, в принципе, является общедомовым имуществом и обслуживается за счет средств населения. Но не везде такая схема, как бы у нас сегодня существует. Есть площадки, которые предназначены для группы домов, есть там, где невозможно разместить, это в местах, где застройка очень тесная. Вот там контейнера находятся непосредственно около подъезда. Ну, так вот, значит, мусор попадает на контейнерную площадку. Рассматриваем обычный вариант. Значит, что это за мусор? Вот мы говорим, твердые бытовые отходы, да, или, как по классификатору идут, отходы, подобные коммунальные. Значит, эти отходы в соответствии с графиком, который размещен на контейнерной площадке, вывозятся у нас ежедневно, да, то есть, не давая возможности им там испортиться или превратиться. Особенно в летнее время, да. Особенно в летнее время. Дальше, какие отходы еще складываются на контейнерной площадке? Крупногабаритный мусор. Вот два типа отхода, которые относятся к твердым бытовым отходам и которые сегодня у нас входят в состав бытовых отходов и оплачиваются населением. Населением мы за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов, это статья «Знатрат», включена в общую статью оплаты за коммунальные услуги. Понятно это, да? Безусловно. Да, 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 дальше. На каждой площадке размещен график вывоза мусора, да, то есть, бытовые отходы у нас вывозятся ежедневно, крупногабаритный мусор у нас вывозится не реже одного раза в три дня. Что такое крупногабаритный мусор? Это диван, кровать, кресло, холодильник, еще что-то. Вот, чтобы люди могли понимать о том, что строительные отходы не относятся к крупногабаритному мусору. То есть, за них население не оплачивает. Я сейчас говорю о том, за что население платит. Понятно. Вот эти две составляющие. Строительные отходы, если кто-то затеял ремонт или реконструкцию у себя в квартире, вот эти отходы необходимо оплачивать дополнительно. То есть, или вывозить самому? Ну, самому, либо самому, ну, это как бы вряд ли. Самому проблематично. Проще обратиться к нам. Заказать контейнер. Да, проще обратиться к нам, спецремтранс. Телефоны контактные есть на любой контейнерной площадке. Мы посмотрим, какую необходимо технику для этого предоставить. Предоставляем, вывозим, человек оплачивает. Проблем никаких нет. Теперь вот как раз к тому, чему мы идем. Это так называемый селективный сбор. Раздельный сбор. Дело в том, что вот наше предприятие эту технологию начало внедрять, наверное, года три назад. Каким образом? Мы только как бы в зародышу были. Вот вы обратили внимание, что мы стремимся к европейскому принципу утилизации отходов. Это, как говорится, на первоначальном уровне и сейчас уже на втором уровне, уровне глубокой переработки, скажем так, сортировки. Так вот, мы более пяти лет назад приступили к модернизации существующего парка техники и механизма сбора бытовых отходов. То есть мы начали применять евроконтейнера, заменяя те старые контейнера, которые, ну, просто такой металлический бачок, да, который, как бы, приезжала машина, в себя закидывала, ставила, громыхала, еще остальное. То есть мы начали полномерную замену и техники, и соответствующие контейнеры. Значит, вот при замене у нас высвобождались вот эти емкости, которые мы начали использовать после модернизации. Наваривали колесики, делали сетку и ставили их для сбора пэтотходов, первоначально для сбора пэтотходов. Таких контейнеров нами было изготовлено более двухсот выбывших, да. Дальше мы поняли, что есть потребность населения, и люди начинают понимать, что экологическая безопасность нас, как жителей города, потому что мы в этом городе живем, зависит во многом от нас сами. И люди начинали понимать и начинали уже вот этот селективный сбор в тех местах внедрять. То есть эти контейнеры стали регулярно заполняться. Мы вышли с инициативой к Александру Михайловичу, главе администрации Казакову, о том, чтобы приобрести за счет бюджетных средств специальные евроконтейнеры, которые нами были разработаны. Разработаны, вот если вы обратите внимание, то вот эти сетчатые евроконтейнеры, они в принципе не имеют аналогов сегодня в Российской Федерации. Это наша совместная разработка, нас как пользователей и компания Мега Драйв, которая является поставщиком коммунальной техники, значит, наша совместная разработка для того, чтобы собирать вот отходы вторичного сырья. То есть пэт-бутылки, и сегодня мы туда же собираем стекло. Значит, мы приобрели для этих целей 300 контейнеров за счет бюджетных средств и расставили на контейнерных площадках. По всему городу этого хватает, да? Сегодня, да, практически на каждой площадке вы можете увидеть этот контейнер. На нем специально есть как бы трафаретик, что в этот контейнер складируются пэт-отходы и стекло. Этот мусор забирается отдельной техникой, привозится к нам, дальше мы его упаковываем и сдаем специализированную компанию, которая в дальнейшую идет переработку. Это в проекте? Это уже реализовано. Это реализовано. Но вы посмотрите, в эти контейнеры кладут совсем не тот мусор, который предназначен. Это уже сознание, сознание наших жителей. Вот поэтому мы обращаемся к жителям, чтобы они сегодня участвовали в экологическом, потому что в этой экологической программе мы живем в нашем городе. И мы заинтересованы, чтобы экология наша была как можно лучше. Поэтому задача снизить нагрузку на полигон. Ну вот, можно цифры, например, приобрести, сколько вместе с жителями нам удалось реализовать, собрать этих отходов. Сколько? Значит, средняя величина за последние 4 месяца, это где-то 8 тонн в месяц пэт-отходов и где-то 6 тонн стекла мы собираем с этих вот... И они сразу идут на переработку. Они сразу идут на дальнейшую переработку. То есть эти отходы, которые не доходят сегодня до полигона. Понимаете, да? То есть цифры приличные. Если вот взять годовые наши показатели, но сюда еще, если мы включаем картон, который можно складировать в отсеке для крупногабаритного мусора, то за год где-то 1000 тонн вторичного сырья наше предприятие собралось с контейнерных площадок и от коммерческих структур. То есть они не поступили на полигон. Я понял. А вот на европейском уровне, для европейских показателей это как выглядит? Это очень низкие показатели. Потому что сейчас мы находимся как бы в начальной стадии. Это, так сказать, наши перспективы роста, да? То есть пока мы работаем с населением на уровне, скажем так, ну, понимания, да, то есть разъяснения, то, что экологическая ситуация в городе от нас зависит. Но на самом деле, там-то это экономический решеный рычаг. Я понимаю. Вы говорите о понимании, разъяснении, но вот возле этих площадок должны быть какие-то инструкции, плакаты, я не знаю. Потому что люди действительно вот подходят и бросают. Куда попало бросают. Особенно молодежь. Вот, но я хочу сказать вот о чем. Психологически, я считаю, любой человек готов к тому, чтобы мусор складировать в разные мешки. Да, вот как вы говорите. Это вот психологически он понимает, что это правильно, что это необходимо. Но этого же нет. Хотя я это готов этим заниматься уже у себя в квартире. А вот вы попробуйте с себя начать, да? Вот мы когда эту технологию внедряли, я как бы вот, ну, у меня семья, двое детей, ну, думал, ну, надо же себя начинать когда-то. И как это вообще, возможно ли реализовать или нет? Значит, у меня сегодня стоит пакет, куда я складываю бытовые отходы. То, что ежедневно этот пакетик я выношу и складываю. И пакет, куда складываю PET-бутылки и стекло. Этот пакет, как правило, наполняется, ну, один-два раза в неделю. И я выношу его спокойно и кладу вот этот контейнер. При этом видно, что эти контейнера, они чистые довольно-таки. И если вдруг в это окошечко не влезает что-то, то можно его приоткрыть и этот пакет туда положить. Вот, в принципе, как бы самое главное, что называется, начать с себя. Попробуйте это сделать. Ничего страшного в этом нет. Этот мусор не пахнет. Он стоит, пакетик наполненный этими отходами. И дальше вы его раз в неделю просто или два раза в неделю выбрасываете в контейнер. Ну, вот вы говорите, начни с себя. Но практически в моей семье как раз установились именно такие порядки. Мы собираем и издаем мешки черного цвета. Это сейчас уже несложно найти. И все-таки вернемся к той теме, которую я затронул, а на ваших лицах увидел такое неприятие ее. Что стопроцентная рекультивация мусора, да? Вот стопроцентное его возвращение. Вы говорите, невозможно. А есть ведь японский опыт. Это разговор. Япония далеко. Япония далеко. Мы поближе к Европе. Из этих 25 тысяч тонн, 2,5 тысячи тонн высокоопасных отходов. Это мировая практика? Это немецкая практика. Это немецкий опыт. Это немцы умеют и знают, как делать. Самая продвинутая нация в Европе. По сборе вторсырья. По переработке. Но в Австрии одинаково. Дания, Швеция, Финляндия близко. И тем не менее, такая практика. И вот эти 2,5 тысячи тонн, это высокоопасные отходы. Это фильтры в основном. Их в бетонном связывает стекло, и в соляные шахты захоронят. То есть не думайте, что это безотходное производство. Ничего безотходного не бывает. Не бывает. И то, что в Японии говорят 90%, я в это не верю. Вот эти отходы, которые, я договорю минуту, которые мы говорим, высокоопасные, они тоже связывают бетоном и потом строят территории. То есть новый аэропорт японский, он же на ТБО, на строительных отходах построен. Да, но видите, с пользой используют, как-то применяют. И все-таки, вы говорите, вот этот новый завод, я его почему-то так все время называю, завод, мусороперерабатывающий завод, он построен по немецким технологиям, там и французские технологии используются. Цена-качество. Цена-качество. То есть мы движемся в том направлении. И когда же мы достигнем их результатов? Вот о наших перспективах. Очень большой плюс, для нас, к примеру, что мы не идем вместе с ними, но мы позже начали этим заниматься. То есть, может быть, не нужно в квартире кучу мешков и все сортировать, потому что нынешнее оборудование немецкое, это говорят немецкие разработчики. Та же компания БРТ, я встречался там раз пять, наверное, с владельцем этой компании, с разработчиком, который разработал этот разрыватель пакетов. Он сам говорит, не нужно так, потому что вывозить очень дорого. Во-первых. Во-вторых, немцы собирают, знаете, не по принуждению, только убеждению, это большой стимул, но в основном по принуждению. Не сортируешь мусор, штраф 500 евро, будешь сортировать. 500 евро, да. Так вот, мы как-то затронули эту тему. Что главное в этом вопросе, экономика или мораль? Там все вместе, экономика, мораль и жесткий финансовый контроль. А у нас? У нас финансового контроля нет, у нас прекрасные законы, но их не выполняют, понимаете? Их пример, вон большие фуры стоят в Мытищах. Что может сделать администрация городского поселения Мытища? Да ничего, при ненечном законодательстве. Такое же законодательство и переработки твердых бытовых отходов. Оно не доработано. Но Алексей Юрьевич там выходил с какими-то инициативами на наш совет депутатов. В совет депутатов выходил в Московское областное домо, они выходили в Москву. Но пока эта цепь замкнется, это время. А мусор каждый день. При этом мы не только вот сейчас этим вопросом занимаемся, но и с этим инициативой мы уже давно выходим. Мы давно. Пока как бы вот... Мытищинский район. Я вам скажу, что в 2003 году уже было решение главы Матищского района, тогда был Оксан Ефимович Мирошов, о перспективном развитии полигона твердых бытовых отходов. То есть уже тогда планировали. Надо линию, надо документы, надо сортировку. Все было. Потом было постановление в 2008 году. То есть это же закуплено на бюджетные линии, деньги эта линия. То есть это район, город, городское поселение Мытища. То есть все наши руководители и законодатели местного уровня, они эту проблему понимают, знают и относятся к ней. То есть и она будет развиваться в перспективе, да? Я думаю, что да. Задача стоит одна. Это надо решать. Население может не все понимать. Но так же, как мы говорили, это термическая переработка мусора. Я думаю, для такого региона, как Москва, Московская область, выхода нет. То есть такие заводы современные придется ставить. Просто деваться некуда. Не будете вывозить за тысячу километров на полигон. И полигон это тоже не панацея. Понятно. Это тоже опасно. Это тоже опасно. Это более опасно, чем сжигание захоронения. Даже так? В какой-то мере. Ну, хорошо. А вот тут мелькнул тезис, о котором вы говорили, о немецком, о европейском опыте, что там огромные штрафы. Вот это, чтобы помогло административные меры воздействия. Конечно. Какую-то роль сыграли бы. С руководителями немецких компаний разговаривают. Он достает портмайна и говорит, я говорю, какой у вас стимул? Он мне трясет перед лицом, говорит, вот для немца главный стимул. А у нас этого еще нет. Не практикуется, да? У нас этого нет, да. У них попробуй, машину припаркуй не там. Будет идти мужичок в зеленой одежде. А сзади написано, парковочный полицай. 50 евро выписал. Ну, посмотрите, но ведь мы же тоже иногда так возмущены, что происходит. Вот стихийные свалки, которые там нас окружают, особенно летом, да? Какие-то удивительные картины, которые мы видим прямо в центре города. Мы тоже готовы поддержать эту инициативу? Было бы хорошо, если бы наш законодатель федеральный отдал час полномочий губернии в область. И область имела эти полномочия и решала бы, за что наказывать, за что прощать. Тогда бы было в два раза проще, понимаете? А вот здесь и сейчас, что бы вы настаивали, что нам нужно сделать обязательно? Вот здесь и сейчас у нас, в Матичинском районе. Так, давайте, прежде чем к этой теме перейти, я просто объясню. Вот мы сейчас говорим о законодательстве, да? Сегодня мы, как обыватели, платим за упаковку два раза. Вот мы сейчас говорим о государственном подходе, да? Да, экономическом подходе. Прежде чем мы покупаем эту упаковку, дальше мы платим за ее утилизацию. Там, вот в Европе, подход совсем другой. Значит, за утилизацию этой упаковки платит производитель. И деньги, которые поступают, то есть получают государство, оно передает в муниципалитеты. Для того, чтобы организовать вывоз этих отходов. То же самое упаковки. Она заложена уже. Понимаете, да? А это сложно, мне кажется. Это сложно. Нет, это не сложно. Теперь о втором, да? Стоимость вывоза бытовых отходов, вот несортированных отходов, там очень высокая. 40 долларов, да? 40 евро, кубометр. 50 евро стоит, вот на мусороперегрузочной станции немецкой, стоит одна тонна 50 евро. У нас одна тонна стоит 270 рублей. Ну, где-то кубометр стоит где-то 1600 рублей на наши деньги. У нас сейчас стоимость вывоза и захоронения одного кубического метра 390 рублей. Порядок, видите? Поэтому люди заинтересованы отсортировать и положить то, что бесплатно, а вот за это заплатить. Поэтому у них и происходит такая глубокая сортировка на первоначальном уровне, потому что включен экономический рычаг. Вот к чему нам надо тоже стремиться. Так вот, вернемся к теме контейнерной площадки, да? Что сегодня мы начали внедрять? Пока на уровне подсознания. Дальше мы будем включать экономический рычаг. То есть вот эти отходы, которые мы называем бытовые в контейнерах и крупногабаритный мусор, за это включено, за это мы платим. А вот отходы, которые накапливаются в отдельных контейнерах, за это население не платит. Потому что это уже как бы полномочия организации, которая занимается сбором и дальнейшей передачей, потому что на этом деньги можно зарабатывать. Ну, по крайней мере, сегодня не такие уж и большие. Теперь вопрос, а сколько мы можем этих отходов оттуда вытаскивать? Здесь тоже законодатель должен работать, потому что они должны создать условия для вторичной переработки того, что мы выбираем. К сожалению, сегодня не для всех отходов созданы эти условия. Сегодня реально то, что можно продать и выручить деньги... Это, да, металл, пэт, стекло, ну, текстиль, да, насколько я знаю, Николай Семенович, это более глубокий. Да, мы выбираем, например, вот там 14 компонентов мы выбираем и их продаем, 14. Остальное мы не можем реализовать. И надо понимать... А могли бы, да, ведь? А могли бы выбирать, могли бы все выбирать. И самая главная задача, чтобы эти отходы не были настолько опасны, с них убрать действительно опасные отходы. То есть это что? Это батарейки, это лампочки, светильники и это резину. То есть они уже намного будут безопаснее, когда уберут вот эти три компонента. Конечно, могли бы. У нас этот рынок этот не разу, предпринимателей мало. Мы возим там бумагу от Белоруссии. Было периоды, когда наша бумага идет в Китай. Вы представляете себе, вот с Москвы, да, Московской области отправляют бумагу в Китай, и нашим предпринимателям это выгодно. А у нас... Я понял. Ну вот я не зря сказал в начале программы, что мы только в начале пути, что еще только открываются какие-то перспективы для решения этих проблем. Поэтому пока не будем загадывать, да? Потому что многое зависит и от законодателей, и многое зависит от того, как само население психологически к этому будет подготовлено. На этом наша программа сегодня закончена. Но она еще раз подчеркивает, сколько проблем накопилось и какими путями их решать. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok